Здравствуйте, с вами Шодио Хуана Басхонова из города Ангрен, мне 26 лет и я директор компании Фаберлик. Я люблю очень Фаберлик, поэтому вам тоже советую присоединиться к своим 26 годам. Я поняла, что это самый лучший бизнес, если вы учитесь, если вы работаете, если вы хотите иметь много свободного времени. Шодио Хуан, что для вас Фаберлик? Для меня Фаберлик в первую очередь это куча свободного времени, я могу тратить на обучение, потому что я очень много учусь. Я сейчас учусь в модельной школе Дольче Вита, я учусь на психолога заочно в Бухарском государственном университете, кроме этого я недавно закончила школу имиджа и стиля Фаберлик. И во-вторых, это, конечно, деньги, когда ты можешь не заморачиваясь работать и получать деньги за результат, а не за просиженное время на кресле. Еще мне нравится, что здесь очень много искренних людей, с которыми можно общаться и добиваться общих результатов. Кто вас пригласит в Фаберлик? Меня пригласила моя сестра Босфанова Югдусфон. Она меня, можно сказать, насильно пригласила сюда. Она меня зарегистрировала, послала на учебу в Академию Фаберлик. Я там училась кое-как. После этого только я начала работать. И когда я увидела ее отчеты о зарплате, только тогда я решила, что я буду заниматься Фаберлик. И уже ничто меня, кроме этого, не интересует. А ваш метод работы? Ой, я работаю с самыми разными методами. Это и мастер-классы. Это в основном, я могу сказать, мастер-классы. Это работа через интернет. Может быть, кто-то меня знает. Я веду блог в Ютубе на узбекском языке. Кто не знает, подписывайтесь. Отлично. Еще какие методы вы могли бы нашим подписчикам и новичкам рассказать? Если вы так же, как и я, из маленького города, если у вас мало населения или они не любят, когда вы раздаете флайеры, только работать через знакомых, находить знакомых через друзей, с ними общаться, идти к ним на мастер-класс. Это самый лучший метод. Можно еще раздавать флайеры. Можно делать разные. День открытых дверей тоже очень любят приглашать именно на мастер-классы, на косметику, потому что у нас в Узбекистане очень любят косметику. И хорошие крема, они всегда востребованы. Ну вот, например, в неделю сколько раз надо делать мастер-классы, в неделю сколько раз надо рекрутировать, как вы говорите, флайеры раздавать, и сколько флайеров нужно раздавать для того, чтобы подписать 9 или 10 новичков? Давайте я вам расскажу про мастер-классы, потому что это самый действенный метод, на мой взгляд, потому что увидел, понравилось, купил или зарегистрировался. В основном зарегистрировался, потому что когда ты видишь эффект от именно кремов, то тебе уже охота их купить набором, а когда покупаешь набором, да еще ты зарегистрирован, это очень хорошо работает. Если вы идете на мастер-класс там, где, скажем, 5 человек, из них двое зарегистрируются, это точно, если вы, конечно, красиво это все представите, если людям понравится результат. Этому нужно чуть-чуть обучиться, но это легко, это возможно. Можно раздавать флайеры, у меня с флайерами не очень интересная история, мне это не нравится, мне это не работает, лучше я выйду с промостойкой, буду стоять и сразу продавать продукцию и сразу подписывать. Ну вот вы говорите насчет мастер-класса, если мы возвращаемся к тому методу, в неделю сколько раз надо проводить? Можно каждый день проводить, можно в день по два раза даже проводить, но если у вас мало времени, можно в неделю два раза, это у вас будет в неделю четыре новичка. Какие у вас планы? На будущее? Да. На будущее я хочу открыть национального директора, но пока у меня со временем, как я всегда говорю, чуть-чуть нехватка, потому что я очень много учусь, но я, конечно, найду времени, открою национального и закрою это обязательно, получу свою премию. Я вас тоже приглашаю работать в команду, потому что это очень интересно и развивает ваши навыки. Нас слушают в основном новички и те, которые хотят подняться, ну скажем так, работают, но не могут достичь статуса директора и так далее. Ваши пожелания, с чего надо начать, что надо знать вначале и как это сделать? У некоторых получается это просто, вот говорят же, что это или судьба, или просто везет людям. Как вы к этому относитесь? Вот что вы бы могли сказать новичкам? Везется тому, кто работает, тот, кто регистрирует, тот, кто чем-то занимается. Я тоже какое-то время думала, а сейчас я буду об этом думать, да, я думаю, думаю, и мне кажется, что я этого делаю много, но на самом деле я ничего, именно действия не предпринимала. Вот когда вы начинаете именно действия предпринимать, то есть начинаете что-то делать, вот тогда приходят новички. Создаете какой-нибудь сайт, создаете, не знаю, какой-нибудь канал, кого-то куда-то один раз пригласили, второй раз пригласили, вот только тогда работать. А когда вы думаете, ой, вот сейчас я сделаю, я сделаю. Нет, у вас просто будут мысли, вам будет тяжело, но ничего не сделайте. Нужно ни о чем не думать и действовать. Действие значит... Главное действие, да. Мы получаем деньги за свои действия, потому что если мы действуем, то Бог нам дает и Фоберлик нам дает зарплату. Если не действуем, конечно, никаких результатов не будет. В основном у меня такое было, поэтому я вам говорю, не нужно сидеть и думать, а нужно только действовать. Нужно предпринимать хотя бы маленькие, но какие-то шаги. Не думать, предпринимать. Спасибо за интересное интервью. Я думаю, что было полезно, будет полезно нашим новичкам ваши методы работы. И желаю вам всего хорошего. Спасибо вам тоже. Желаю удачи. Подписывайтесь, регистрируйтесь, работайте, потому что это вам принесет материальную свободу и вы можете заниматься тем, что вам нравится.